Сегодня мы с вами перенесемся в 1917 год на носу Октябрьская революция, но не подумайте, что вы будете играть за Троцкого или Ленина. Самой революции в игре немного. Сюжет игры начинается с того, что герои мирно ехали на восток по Транссибирской магистрали, пока таинственные бандиты не пустили поезд под откос, чтобы убить пассажиров и поживиться их ценностями. Дикое время, каждый выживает как умеет. Каким-то чудом вы и еще несколько человек выживаете и убегаете в лес. Так начинается ваша история и единственная ваша задача выжить в игре Help Will Come Tomorrow. Ну что, соскучились по интересным приключениям, где необходимо выживать? Тогда поехали! Персонажам надо суметь продержаться в живых до прибытия спасателей. Ресурсов, как водится, мало и вылазки за едой и дровами будут ой как непростые. Но главное в ожидании спасения не позволить накале классовой борьбы, низам расправиться с верхами или наоборот. Люди из разных социальных классов должны объединиться и принимать решения, которые часто противоречат их убеждениям, либо подвергают их испытанию, либо полностью их нарушают. На пути героев станет холод, голод, болезни, ранения, хищники, что не против ими поживиться, и головорезы, что идут именно за ними, но их жизнь будет зависеть только от ваших действий. Базовая механика игры сфокусирована на выживании персонажей, удовлетворении их потребностей, сбор ресурсов, увеличение лагеря, обеспечение безопасности, исследование окрестностей. Но игрок быстро выяснит, что для победы нужно гораздо больше. Изучить личности персонажей, разобрать отношения между ними, предупреждая конфликты и заботясь о боевом духе. Вы можете играть эгоистично, но только взаимодействие поможет вам выиграть и не запятнать совесть. Игра условно делится на две фазы, день и ночь. В ночное время вы можете инициировать разговор между героями и открыть более детальную историю персонажа, а также его сильные и слабые черты, которые влияют на все, что он делает. Эта информация поможет вам разумнее планировать свои действия и предвидеть возможные проблемы при работе или общении в группе. Очень радует, что авторы не забыли о таком важном моменте, как развитие персонажа. Попав в экстремальную ситуацию, почти все пассажиры рано или поздно кардинально пересматривают свои взгляды на жизнь и учатся работать вместе с людьми, которым изначально никогда бы не доверились. Вторая фаза игры – это день. В это время вы можете добывать практически все, что людям нужно. Это еда, вода и тепло. А вот нужные для выживания ресурсы придется добывать по округе, снаряжая за ними экспедиции. В чаще лесной можно найти ветки, камни, травы и мох. Всем этим вы обустраиваете лагерь и топите костер. А кору деревьев можно и есть, если никакой другой еды не останется. Можно пойти на юг, порыться в обломках поезда, там лут жирнее, тряпки из которых делаются бинты и одежда, металлолом, уголь и водка. Ну а если очень повезет, среди замерзших трупов даже отыщется чей-нибудь огнестрел. Останется только починить его, добыть патроны и остаток игры о еде можно не беспокоиться. Но помни, что первая попытка выживания может пойти не по плану. Например, можешь послать в экспедицию двоих-троих в лес. Они заблудятся в лесу и замерзнут насмерть. А милая официантка скончается от недостатка медицинской помощи. А в лагере останется только старая помещица аристократка, которая страшно боится смерти и постоянно предрекала беду, но в итоге продержалась дольше всех. Ну и она умрет от недостатка ресурсов, буквально за сутки не дожив до прихода помощи. Эту игру интересно разбирать постепенно, снимая слой за слоем, методом проб и ошибок, подбираясь к верной тактике победы. Увы, как только рецепт успеха раскрыт, ожидание спасателей превращается в рутину, которые способны встряхнуть разве что сюрпризы, вроде падающего на голову дерева. Подводя итог, я могу сказать, что эта игра не станет лучшей игрой года и вряд ли будет бить рекорды продаж, но все же взглянуть на нее одним глазком, лишним не будет. С вами был канал ЯГеймер, оставайтесь с нами и следите за новинками игрового мира.